МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru в студии Виталий Рыжков. Более 12 миллионов рублей будет предоставлено МРИЭЛ в виде субсидии из федерального бюджета на комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Кроме того, наша республика получит более 2 миллионов 600 тысяч рублей на развитие сельских территорий. Как уточняется, эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Всего в ходе очередного заседания правительства страны было распределено более 6 миллиардов 780 миллионов рублей. 76 регионов страны получат средства на улучшение жилищных условий сельских жителей, 71 регион – на инфраструктурное обустройство. Морозы снова могут скорректировать школьное расписание. Завтра в Мариел ожидается третье за эту зиму сильное похолодание. В Йошкар-Оле температура воздуха утром может опуститься до минус 26-28, а в районах республики – до минус 30 градусов. А это значит, что занятия в школах могут быть отменены для учащихся начальных и даже средних классов. Отмечу, что первые в этом сезоне морозы пришли в 20-х числах декабря. Затем – на Рождество. И вот сейчас снова произойдет существенное понижение температуры. Согласно предварительным прогнозам, еще одна волна холода может накрыть регион в середине февраля. Сильные морозы, как показывает практика, оказывают свое влияние и на статистику ДТП. Взаимосвязь здесь проста. Машин на дорогах становится ощутимо меньше, отсюда снижение количества аварий. Между тем, за минувший год в Мариел произошло около 7,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий. По статистике Республиканской госавтоинспекции, примерно 90% из них – это легкие столкновения с минимальным материальным ущербом. Между тем, именно такие поцелуи значительно усложняют обстановку на городских дорогах, особенно в часы пик. Что примечательно, несмотря на то, что процедура составления Европротокола введена и допустима еще с 2015 года, большинство водителей, попавших в ДТП, продолжают ждать наряды ДПС, иногда часами. Как сэкономить время, нервы и силы в неприятной дорожной ситуации? Подробности в нашем материале. По статистике, большинство всех автотранспортных столкновений за сутки происходят до 9 утра и после 5 часов вечера. Причем причины ДТП всегда одни и те же. Несоблюдение скоростного режима, дистанции, игнорирование дорожной ситуации и погодных условий. К сожалению, стать участником ДТП прямым или косвенным может каждый. Впрочем, алгоритм действия после личного первичного осмотра машины известен большинству. Вызвать наряд ДПС и ждать, ждать, ждать. Вопрос в следующем. В каких случаях нужно вызывать сотрудников госавтоинспекции на место ДТП, а в каких можно обойтись и без них? Участники ДТП могут самостоятельно оформить дорожные транспортные происшествия. При этом необходимо иметь в виду, что в ДТП участвуют только два транспортных средства. Ответственность участников ДТП, то есть водителей, застрахована в установленном законном порядке, то есть имеется полис ОСАГО. И по событию ДТП нет разногласий у участников ДТП. В этом случае они могут составить схему ДТП, то есть заполнить извлечение, которое выдается вместе с полисом ОСАГО, и прибыть уже в свои страховые компании. В случае же, если есть какие-то разногласия по событиям ДТП, необходимо в обязательном порядке сообщать о случившемся ДТП в органы госавтоинспекции. Все документы могут быть оформлены участниками происшествия самостоятельно. Нужно составить в двух экземплярах схему и направить материал в страховую компанию. Это позволяет избежать пробок на дорогах и сэкономить время водителей. Впрочем, есть и другой вариант – воспользоваться помощью аварийных комиссаров, которые, как показывает практика, на место ДТП приезжают раньше, документируют ДТП оперативнее. Аварийный комиссар, находясь на столкновении, проводит подробную консультацию участникам ДТП по поводу обращения в страховую компанию. Так как многие автомобилисты, попадая в данную ситуацию впервые, сотрудники центра помощи при ДТП помогают людям получить полную страховую выплату, что облегчает намного сложившуюся ситуацию для автомобилистов. Дорожно-транспортное происшествие, так или иначе, это стресс для его участников. И сможет ли в такой ситуации автовладелец реально оценить ситуацию, а самое главное – правильно заполнить документы – это вопрос. Вместе с тем, часто от этого зависит как степень определения вины, так и страховые выплаты. После составления европротокола аварийным комиссарам, сотрудниками центра помощи при ДТП собираются документы, составляются заявления для подачи в страховую компанию. Назначается дата, время осмотра транспортного средства с повреждениями. Если выплата недостающая, то сотрудниками центра помощи при ДТП соблюдается потенциальный порядок. В случае необходимости составляется исковое заявление в суд. Подытожим. Служба аварийных комиссаров появилась не так давно, и некоторые автолюбители продолжают с опаской к ним относиться. Хотя, как мы выяснили, центр помощи при ДТП окажет помощь с момента возникновения самого происшествия и доведет дело до полной страховой выплаты денежных средств пострадавшему. И если подобная ситуация все-таки произошла, и неприятности на дороге избежать не получилось, есть смысл запомнить номер телефона – 517-517. Офис центра помощи при ДТП в Ешкаре находится по адресу. Улица Водопроводная, напротив городского батальона ГИБДД. Один из любимых в народе православных праздников отмечается сегодня – День святой великомученицы Татьяны. На Руси именно с Татьяниного дня у студентов начинались каникулы, и, конечно же, учащиеся шумно и весело праздновали это событие. Таким образом, еще в XIX веке Татьянин день стал неофициальным праздником студентов, причем не только тех, кто учится, но и тех, кто уже закончил учебу. Отмечу, что в МРИЛ эту дату сегодня отмечают почти 20 тысяч студентов республики. Ну а для Волготеха нынешний Татьянин день стал вдвойне важным. 25 января в ПГТУ выбирали ректора. По итогам тайного голосования ректором университета стал Виктор Шебышев. За него был отдан 71 голос из 140. Помимо Шебышева на пост ректора претендовали Дмитрий Иванов, проректор по научной работе и инновационной деятельности. За него проголосовали 55 человек. И Игорь Петухов, проректор по развитию и внешним связям. Он набрал 14 голосов. После выборов, проведенных в ВУЗе, кандидатура Виктора Шебышева должна быть утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации. После чего избранный ректор сможет приступить к выполнению своих обязанностей. Расслабляться нельзя не на один день. Впереди новые дела, которые нужно делать. И в качестве первых дел, которыми нужно заниматься, это работа над программой развития университета. Мы начали работу над программой, поэтому сейчас с учетом избранного ректора будут внесены определенные коррективы в эту программу. Вторая задача – это работа по обеспечению нового набора в университет. И третья задача, которой нужно заниматься буквально сегодня – это подготовка к юбилею университета. На фоне всех этих дел нельзя забывать сложную задачу по прохождению нашим университетом государственной аккредитации, которая будет во второй половине 2018 года. Виктору Шебышеву 62 года. Он кандидат технических наук. Шебышев закончил машиностроительный факультет Марийского плитехнического института имени Горького. Тогда Волготех назывался именно так. После получения диплома в 1977-м остался в ВУЗе, где и работает по сей день. С 2005 года Виктор Шебышев занимал пост первого проректора Волготеха. В Мариел началась подготовка к новому туристическому сезону, который стартует примерно с апреля. Напомню, что внутренний туризм для нашего региона – молодая, но перспективная сфера. Только в прошлом году республику посетило более 600 тысяч туристов. В этом году за туристический сезон в Мариел готовы принять 700-800 тысяч гостей. Наша республика и в первую очередь ее столица становятся все более привлекательными в плане развития местного туризма. Ишкар-Ала растет и совершенствуется. При этом очень важно не только правильно и достоверно, но и в интересной форме подавать эту информацию гостям республики. Ведь от качества работы гида во многом зависят те впечатления, которые увезут с собой посещающие нашу республику туристы. Ведь не только для них, но и для экскурсоводов то новое, что появляется и строится в Ишкар-Але, является своего рода тайной. Поэтому ее приходится открывать заново, вновь и вновь. Анализируя итоги прошлого туристического года, надо отметить значительное увеличение числа туристов, посетивших столицу Мариил. Для того, чтобы поддержать эту тенденцию, необходимо сделать программу пребывания в республике максимально интересной и наполненной. Для этого, возможно, потребуется увеличить число дней пребывания туриста в республике. Тогда просто необходим выход на туристический рынок бизнес-сообщества. Речь идет о появляющихся новых музеях, контактных зоопарках, магазинах, отелях и прочих местах для отдыха и развлечений. Рассматриваются варианты расширения туристических программ и нахождения человека не только один день в столице, но и выезд за пределы столицы для того, чтобы показать многообразие, разнообразие районов. Тот туристский потенциал, который заложен и который можно раскрыть уже в этом новом туристическом сезоне. За прошлый туристический год нашу республику посетили 610 тысяч туристов. Это на 9% больше, чем в 2015 году. Появилось более десятка объектов размещения – гостиниц, хостелов, гостевых домов, причем не только в столице, но и в районах республики. И это только начало, ведь наша республика представила сразу два проекта – федеральную целевую программу развития туризма. Речь идет о туристско-рекреационных кластерах «Царьград» в Ешкарале и «Волгыдо» в Казмодемьянске. Инвестиции в проект «Царьград» превысят 2 миллиарда рублей. Причем это не только средства федерального и республиканского бюджетов, но и местных инвесторов, которые вложили более полутора миллиардов рублей. В столице строится большой гостиничный комплекс, включающий конференц-зал и фитнес-центр. А федеральные средства, а это ни много ни мало, более полумиллиарда рублей, пойдут на строительство дорог к туристическим объектам. Что же касается частного бизнеса, то он активно подключается к созданию объектов, обеспечивающей инфраструктуры. Это места для отдыха, развлечений и производства сувенирной продукции. Параллельно в районах республики действуют и свои муниципальные программы по развитию туризма. Так, по проекту кластера «Волгодо» в Казмодемьянске планируется соорудить причальную стенку в одном районе города, а в другом построить базу отдыха. Постепенно развивается и другой, не менее интересный проект, связанный с этно-туризмом. Морийская усадьба в Парангинском районе. Морийская культура самобытна и тесно связана с природой. Поэтому туристов наверняка заинтересуют многочисленные этнические фестивали с исполнением народных обрядов и обилием национальных костюмов и традиций. Еще одни очень важные точки приложения усилий Это экологический и культурно-познавательный туризм. В Мориэл более 600 рек и озер. Что же до культурных мероприятий, то на ум сразу приходят Бендериадов Казмодемьянский и музей замка Шереметьево в Юрино. В республиканские порты обычно заходит около 150 круизных судов в год. При наличии пристани в Кокшайске программа пребывания туристов может стать более обширной. Станет проще добраться по автомобильным дорогам в Юрино и в Яшкаралу. Еще одним очень важным моментом стало создание ассоциации гидов-экскурсоводов нашей республики. Если в 2013 в Мориэл было всего 5 профессиональных гидов, то на сегодняшний день профессионально подготовленных специалистов уже 48. А всего подобные услуги оказывают 68 человек. Причем их работа в скором времени будет унифицирована. Решено сделать такое методическое пособие, такой контрольный текст, как мы его называем, чтобы не только наши гиды-экскурсоводы проходили обучение по этой методическому пособию, но и мы его отправим в регионы, в ближайшие, чтобы приезжающие гиды-экскурсоводы работали именно по этим текстам, дабы информация была достоверной. Хочется сказать, что вот у нас уже аккредитацию в этом году получил один экскурсовод из Татарстана. И вот в перспективе скоро это будет узаконено, и аккредитация гидов-экскурсоводов станет госуслугой. Тогда уже нужно будет проходить всем обязательно, и люди уже будут работать так официально, и те, кто работают без аккредитации, будут оштрафованы. Ну а очередным практическим шагом последних дней стало издание событийного календаря нашей республики. Он ознакомит всех желающих со всем спектром не только культурно-массовых, но и спортивных мероприятий, которые будут проходить в Мариэл. Туристическая отрасль – своего рода визитная карточка республики. Если добавить сюда и экономическую составляющую, то туристическая индустрия в Мариэл имеет самые благоприятные перспективы для дальнейшего развития. Современную экранизацию классики марийской литературы представили сегодня в Будапеште на фестивале российского регионального кино «Транссибирский экспресс». О традициях и культуре народа Марии венгерским зрителям рассказал фильм «Сталека» по пьесе драматурга Сергея Николаева, снятый режиссером Василием Домрачевым. Программа фестиваля регионального кино «Транссибирский экспресс» состоит из марийских, татарских, башкирских, бурятских, удмуртских, ненецких и других фильмов. Отмечу, что, помимо прочего, на фестивале также представлена картина режиссера Алексея Федорченко «Небесные жены луговых морей» по одноименной книге Дениса Осокина. «Приятно, что все это в Венгрии идет, и то, что это в кинотеатре проходит, в который входят 15 топ самых крутых кинотеатров мира. Покажут, услышат там в Венгрии марийскую речь, марийские танцы и игру наших артистов. И говорю еще приятно, то, что фильм снят чисто на энтузиазме, на том, что горение глаз наших артистов и тех людей, которые работали с этим проектом. И то, что «Небесные жены» сняли за 2 миллиона долларов, а у нас где-то ушло 100 тысяч рублей на весь этот проект, и как бы он идет». Напомню, что фильм «Солика» об уникальной самобытной культуре народа Мари был снят в 2010 году. Информационная программа «12 новостей Республики» продолжается. Выпуски Мариал ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах TV-регион 12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова